Доброго дня, сегодня у меня LG Optimus L9 модель D605 замена touch screen touch работает выключаем телефон разбираем неплохой смартфон достаточно много в Европе работает на Android двухъядерный процессор с тактовой частотой 1400 МГц обычный, нормальный не дешевый смартфон болты одинаковые все снимаем батарею задняя панель болтик один у меня остался сняли панель разъем touch screen ставим батарею давайте проверим новый touch screen такой touch запечатанный с двух сторон пластиком не проклеенный придется его проклеивать так соединяем включаем смартфон включился загружается компания Vodafone залочена на Vodafone это испанский телефон залочен на испанский Vodafone вроде реагирует проверим кнопки проверим кнопки все нормально отключаем не туда попал снимаем батарею снимаем батарею нижний шлейф шлейф динамика верхнего соединяем все в принципе болтиков на ней нету сняли плату наш разъем у нас эта прокладка стоит судя по всему влезет так включаем фен ставим 350-400 градусов нагреваем стекло полностью по периметру достаточно новая модель я вам скажу вышла в 2013 году поступила в продажу к нам где-то в конце 2013 года то есть года я еще нету даже значительно дешевле Galaxy 2 3 я бы не сказал что хуже так нагрели так нагрели снимаем снизу снизу первый раз я меняю тач на этой модели раньше не приходилось судя по всему экран очень тонкий будьте аккуратны сама модель тонкая дисплейный модуль совсем тонкий вообще не чувствую смотрю в характеристиках так достаточно сильно нагрел я хорошо отклеивается не будьте внимательны потому что экран может быть приклеен точнее тач приклеен к экрану сняли одну сторону сняли одну сторону вот вот снизу гидравлическую тонкий. Как на L7, на L5. Только этот значительно больше. Следовательно, повредить его значительно проще. Греем сверху. Вот, готово. Итак, удаляем пыль, очищаем посадку, посадочную поверхность. Вот эти вот углы от старого скотча, от стекла. Вот здесь нормально у нас. Пальцами старайтесь не трогать, не оставляйте отпечатки на экране. Итак, очищаем полностью рамку. Вот эту вот по периметру я пока ставлю на паузу, потом продолжим. Итак, друзья, очистил периметр полностью. Вот здесь вот отбитого стекла от скотча старого. Здесь, внизу полностью очищаем. Проклеиваем стекло. Снимаем защитный пластик. Довольно странный скотч, я такого раньше не видел. Я имею ввиду родной, который на нем был, серого цвета. Очищается нормально. Наклеиваем новый. Часто спрашивают за этот двусторонний скотч, которым я пользуюсь. Подписчики, где можно купить. Честно говоря, я не знаю. Потому что знаю, что все идет с Китая. Где именно заказывают. Мне приносят все со склада. Откуда заказывают. Я думаю, не сложно будет найти, если на сайте порыться. Можно найти все, что угодно. Очень хороший, удобный скотч. Тонкий, прочный, термостойкий. На солнце не плывет, не плавится. Заклеили. Заклеили. Вставляем разъем. Хорошо сел в пазы. Вставляем плату. Камеру пристегиваем. Разъем тачскрина. Кнопки. Спешили мы ставить плату. Кнопки удобнее будет ставить снизу без платы, потому что направляющие кнопок под платой находятся. Вот так вот ставим кнопки. Вот так вот ставим кнопки. Теперь уже плату сверху. Нижний шлейф. Тач. Камера. Верхний динамик. Все работает. Ставим заднюю рамку. Включаем телефон. Еще раз проверяем. Закручиваем. В общем-то на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Dove. Мы только что поменяли тачскрин на модели LG Optimus L9. Грузится телефон. Не так. Всем удачного дня, друзья. До свидания. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.